Просим Тебя сейчас, пусть Твоя сила, пусть кровь Иисуса Христа омоет, очистит нас, освободит от всякого заклятия, освободит нас от всякого припинания для того, чтобы увидеть Тебя сегодня. Глазами веры, глазами Духа Святого увидеть Тебя, лицом к лицу встретиться с Тобою, говорить Тебе свои тайны, говорить Тебе свои желания, сердце своего, говорить слова веры Тебе, Господи, дай нам видеть лицо Твое сегодня в этом служении, наполни Духом Святым это место, наполни этот зал, Господи, пусть ни один человек, мы молим сейчас друг за друга, чтобы ни один из нас сейчас не был как бы в стороне, но чтобы мы все тесно общались, взяли Тебя за руку, взяли Тебя и говорили с Тобою, Аллилуйя, Аллилуйя. Может быть каждый из нас сейчас, вспоминая своих родителей, вспоминают те приятные чувства, те приятные моменты, когда папа или мама изливали свою любовь, теплоту. Господи, мы хотим, чтобы сегодня это было с Тобою, здесь, в этом месте, не убегая куда-то, несмотря только в интернете, но здесь, как будто мы с Тобой в одной комнате, во имя Иисуса Христа. Вот этот ковчег завета, в который входил только один священник, так же и я сегодня хочу быть тем священником, который будет общаться непосредственно только с Тобой. Во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, благослови слова, которые мы будем слышать от Слова Твоего, от Слова Божьего. Благослови проповедующего, благослови и наполни Святым Духом, чтобы эта сила, эта теплота, она изливалась от Тебя, от этого престола благодати. Во имя Иисуса Христа, мы молим Тебя, так же, Господи, за тех людей, которые в интернете или в каких-либо других средствах связи будут наблюдать, будут так же присутствовать во время служения. Благослови этих людей, коснись их там, где они находятся, возможно, исцелением, возможно, спасением, искуплением. Пусть Твоя святая река крови, она коснется и зальется на каждую плоть во имя Иисуса Христа. И да будет восхвалено Твое святое имя, да будет превознесено имя Твое святое на всяком месте. Всякий верующий будет говорить, что Ты есть Господь. Всякий верующий будет исповедовать Твое имя господствующим именем. Всякий верующий будет говорить, что Ты Царь земли. И Ты будешь судья мира, судья любви, судья благости во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Мы рады сегодня быть с Тобою. Мы рады сегодня общаться с Тобою во имя Иисуса Христа. Хвала Тебе, если ты рад тому, что ты сегодня здесь. Восхвали Бога руками своими, голосом своим во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, слава. Спасибо тебе огромное. Друзья, хвала Богу, слава Богу. Чудесный Господь здесь, среди нас сегодня. Аллилуйя. Приглашу прославляющих. Приветствую вас всех. Большая радость, когда мы видим друг друга. Когда брат Стас приехал к нам из командировки, из своей работы и мог молиться здесь. Приветствуйте, пожалуйста, друг друга, всех, кого вы видите, кого знаете и не знаете. Если кого-то не знаете, пожалуйста, спросите имя. И если вы видите человека первый раз, познакомьтесь с ним. И если вы знаете, что он первый раз, может быть, потом и мне скажете, что, пожалуйста, там вот есть один человек, сестра или брат, вот его так зовут, пожалуйста, поговорите с ним. Или мы будем рады. Мы будем рады, потому что это общение, это служение друг к другу, это любовь Христа, направленная по отношению к других. Добро пожаловать всем. Всем приветствую, кто на балконе, кто подходит. Молодежь приглашаем вперед. Особенно приятно видеть молодых людей в служении. Служение здесь наверху, служение здесь внизу, впереди. Приходите, пожалуйста. Хвала Богу. Слава Богу Иисусу Христу. Хвала. Дадим Ему еще хвалу. Аллилуйя. 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 Слава Тебе, Господь. Все, о чем мечтаю я, это Твоя любовь, Твоя слава. Я прочитаю слово. Псалом 57, вернее, 56. Здесь написано в 6 стихе. Будь превознесен выше небес Божия. И над всей землей да будет слава Твоя. Мы сегодня будем слышать слово о славе Божией тоже. И вот это слово Дух Святой дал нам сегодня. Здесь написано, будь превознесен превыше небес. Наша с вами ответственность, чтобы Бога сделать известным, чтобы Бога превознести. Аминь. Чтобы мы могли сами умолиться, смириться, а Господь мог быть превознесен. И как сказал Иоанн Пророк, что ему должно расти, а мне умоляться. Поэтому смирение – это нечто в нашем духе. Может быть, вы внешне можете быть и живыми, активными, но внутри может быть глубокое смирение, и это очень правильно. И Господь хочет своей высоты, чтобы Он был виден народу. Он есть свет, и Он хочет быть известным повсюду, как благой, как спасающий, как исцеляющий. Господь хочет быть известным, как любящий, дающий вечную жизнь. Он – Господь, и мы хотим Его превознести. Мы превознесем Его в песнях. Написано в Псалме, «Превознесу Его в песне моей». Скажите, аминь, аминь. Песня – это что-то возвышенное. Песня – это что-то красивое. Это что-то такое певучее, плавные звуки, красивые, высокие, низкие, разной частоты. И когда речь человека превращается в пение рифмы, то есть это красиво звучит, сочетание, словосочетание и красивая мелодия. И это посвящается Богу. Я приглашаю всех нас превознести Бога, что-то спеть Ему, сказать Ему что-то хорошее, сказать, кто Он есть для нас, то есть поставить Его высоко. Аминь. Почтить Его, превознести. Это часть нашего служения. Это часть каждой церкви, которая любит Бога и служит Богу. Поэтому приглашаю всех в прославление, приглашаю всех воздавать Ему хвалу и вознести Его высоко. Добро пожаловать всем. Любим вас. Ценим каждого из вас. Добро пожаловать в служение. Итак, начнем приносить Божью славу. И пусть над всей землей будет слава Божья. Пусть слава Божья будет над нашей церковью. Скажи Аминь. Над тобой мной. Аминь. Добро пожаловать в служение хвалы. Аминь. Благословлю Тебя, Я в земле изобилия, Не втечет благода Твоя, Буду славить Тебя. Благословлю Тебя, Я с пустой и сухой в земле, Даже если я в тесноте, Буду славить Тебя. Каждой картой возвращаю Тебе к воле, Даже если сма наступит, Скажу Тебе, Будь благословен, Будь благословен, Будь благословен, Великий Бог Будь благословен, мой Господь Будь благословен, мой Господь Будь благословен, Великий Бог Благословлю Тебя, Я в земле из обилия Ты течел, благопят Твоя, буду с вами тебя Благословлю Тебя, Я в пустынной сухой земле Даже если я в тесноте, буду с вами тебя Каждый год, который возвращаю, Тебе хваляю Даже если тьма наступит, скажу тебе Будь благословен, мой Господь Будь благословен, Будь благословен, мой Господь Будь благословен, Великий Бог Будь благословен, мой Господь Будь благословен, мой Господь Будь благословен, Великий Бог Господь, Ты можешь ждать, Господь, Ты можешь взять, Выбор мой всегда, благословляя Тебя. Господь, Ты можешь ждать, Господь, Ты можешь взять, Выбор мой всегда, благословляя Тебя. Господь, Ты можешь ждать, Господь, Ты можешь взять, Выбор мой всегда, благословляя Тебя. Благословен мой Господь, Благословен, Благословен мой Господь, Благословен Великий Бог. Благословен мой Господь, Благословен, Благословен мой Господь, Благословен, Благословен мой Господь, Благословен Великий Бог. Благословен, Благословен наш Великий Бог, Благословен, Благословен, Благословен стекло Тебя. Хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите всех, в ком дыхание есть, хвалите, о, наш дворец, хвалите, народ Божий! Хвалите, хвалите Бога Небес, хвалите, хвалите Бога Небес, Хвалите всех, кто в дыхании есть, Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Мы пославим их в Твое имя. Хвалите, хвалите, Бога небес, Хвалите, хвалите, Бога небес, Хвалите всех, в ком дыхании есть, Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите, Бога небес, Хвалите, хвалите, Бога небес, Хвалите всех, в ком дыхании есть, Хвалите, Он наш Творец. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала. Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала Тебе, мой Бог, тебе, мой Бог, хвала Богу хвала За то, что ты есть наш Спаситель, наш Утешитель Господь, тебе хвала Хвала тебе И мы славим тебя, Господи, поклоняемся За то, что ты здесь с нами, Господь Обитаешь, Господь, своем словослове, Отец Ты приходишь силой своей, наполняешь наши сердца Господь, за любовь, которую ты проливаешь в нашу жизнь Спасибо, спасибо, Господь, Иисус, за то, что ты рядом, Отец Не оставляешься, мы хотим хвалить и говорить Ты достоин славы, наш Господь Слава, 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 слава Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите, хвалите Бога небес Хвалите все, в том дыхание есть Хвалите, хвалите, о, наш дворе Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Богу тебе хвала, Богу хвала Аллилуйя, Аллилуйя, Богу хвала, Богу хвала Аллилуйя, Аллилуйя О тебе хвала, Иисус мой, о тебе хвала, Господь За то, что ты покрываешь нас И покрылась своей кровью, Господь, Иисус Спасибо за то, что нес свой крест за нас За наш позор, за наши грехи Спасибо тебе, Иисус Будь прославлен, будь возвеличен здесь сегодня Господь, среди нашей хвалы, Отец Восяти, приди на троне этой славы И хвалы тебе, наш Господь, наш Иисус Господь, ты нес мой крест И жизнь отдал, чтобы дать мне свободу И я до веки Твой, я буду петь Восхищаюсь я Тобой, Господь Слави ты, Господь, Иисус Славы и хвалы, Бог достоин Твей Слави ты, Господь, Иисус Славы и хвалы, Бог достоин Твей Забрал весь мой позор И злил любовь Восхищаюсь я Тобой, Господь Даешь мне благодать И день за днем Я хвалу пою, я изумлен Слави ты, Господь, Иисус Славы и хвалы, Бог достоин Ты Слави ты, Господь, Иисус Славы и хвалы, Бог достоин Твей Слави ты, Господь, Иисус Славы и хвалы, Бог достоин Твей Слави ты, Господь, Иисус Славы и хвалы, Бог достоин Твей Будь прославлен здесь и на небе Твоя слава среди нас Твое имя выше всех Бог тебе хвала вовек Будь прославлен здесь и на небе Твоя слава среди нас Бог тебе хвала вовек Будь прославлен здесь и на небе Твоя слава среди нас Твое имя выше всех Бог тебе хвала вовек Будь прославлен здесь и на небе Твоя слава среди нас Твое имя выше всех Бог тебе хвала вовек Будь прославлен здесь и на небе, Твоя слава среди нас, Твое имя выше всех, Бог тебе хвала вовек, хвала вовек, Сибирь Иисус. Славен Ты, Господь, Иисус, Славы и хвалы, Бог достоин Ты, Славен Ты, Господь, Иисус, Славы и хвалы, Бог достоин Ты, Славен Ты, Господь, Иисус, Славы и хвалы, Бог достоин Ты, Достоин Ты, мой Бог, достоин Ты, Иисус мой, мы поклоняемся Тебе, мы подчиняем Тебе свою жизнь, Господь, свой характер. Боже, пусть идет неправильность нашей жизни, Господи, но придешь Ты в своей полноте, в своем величии, Господи. Пусть не будет места обидам, пусть не будет места какому-то непрощению, но пусть будешь Ты в своей благодати, в своей силе, Господи, в своей любви к каждому из нас. Господи, спасибо Тебе, Иисус, что так много благ у Тебя для каждого из нас, и Ты хранишь их для нас. Спасибо Тебе. О чем мечтаю я, лишь одна любовь Твоя, Господь, Иисус, Ты поместил Свой огонь внутри меня. И еще о чем молю, меняйся, жизнь мою, и знаю лишь Тебе, мой Бог, все мечты свои найду. Иисус, 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 меня освободил, мне душу обновил. Иисус, Иисус, держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты сердце навсегда, Иисус мой. Все, о чем мечтаю я, лишь одна любовь Твоя, Господь, Иисус, Ты поместил Свой огонь внутри меня. И все, о чем молю, меняйся, жизнь мою, и знаю лишь Тебе, мой Бог, все мечты свои найду. Иисус, 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 меня освободил, мне душу обновил. Иисус, Иисус, держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты сердце навсегда, Иисус мой. Иисус, держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты сердце навсегда, Иисус мой. Иисус, держусь я лишь Тебя, Ты не предашь меня, Ты сердце навсегда, Иисус мой. слава тебе слава тебе слава тебе слава друзья я еще раз прочитаю этот стих писания когда мы собираемся больше вместе то хочется чтобы каждый из нас услышал или хотя бы повторить чтобы мы постарались это запомнить солом 56 6 будь превознесен выше небес это молитва божия будь поднят превознесен почтен высоко иисус был вознесен на крест мы все помним это правда же он сказал когда я буду вознесен я всех притяну к себе привлеку к себе написано как моисей вознес змея в пустыне он был очень видным он блестел это был медный змей это была медь которая еще не не окислилась он блестел как золото мы сей поставил этого змея не зря по слову божьему потому что повсюду в пустыне змеи стали жалить людей за и грехи за их ропот враг стал атаковать знаете враг атакует там где человек пересекает черту где он согрешает там враг начинает особенно атаковать его конечно враг атакует и те кто служит кто проповедует иисуса атаковал сатана искушал его но есть такие атаки как бы грубое вмешательство сатаны в жизни человека когда он его просто издевается над ним особенно люди страдают которые страдают алкоголем стоим пересечь эту черту все беды на них сразу враг вот мы разговаривали с пастором андреем на днях и он рассказывал это и говорит я пережил это в свою собственную жизнь наркотики алкоголь другие какие-то пороки грехи как будто бы человек куда-то попадает в руки сатаны и там правит враг но змеи стали жалить израильтян и атаковать их как вот смертельно атаковать они все переживали плакали близкие умирали повсюду и тогда господь мы 7 взмолился богу и бог сказал мы сею ты должен поднять поднять высоко вот написано будь превознесен выше небес подними высоко сделай медного змея змея который прообраз вы знаете эти змеи земные это прообраз греха прообраз сатаны прообраз болезни а теперь нужно другой прообраз медный змей это прообраз иисуса христа который пришел подобие плоти греховной то есть он пришел как бы человек он сын божий но в образе человека рожденный от святого духа через деву марию и иисус сказал и она 3 что так как мы сей вознес и так он вознес змеем змей блестел на знамени это видно было очень далеко знами были очень высокий и все кто взглянул на змея после укуса змеи оставался жив он спасался поэтому христос провел провел параллель и сказал что как моисей вознес змея в пустыне так нужно быть вознесенному сыну человеческому чтобы всякий верующий в него не погиб но имел жизнь вечную и так бог хочет вознести иисуса христа он хочет провозгласить иисуса христа чтобы мы имели его как господа как царя как спасителя чтобы он был виден чтобы он был вознесен и поэтому христос был вознесен и он вознесен для всей земли он остается был и остается самой популярной личностью на всей вселенной и здесь сказано пусть превознесен выше небес божия то есть есть бог будет превознесен и над всей землей пусть будет слава твоя когда мы превозносим бога когда прославляем его и стараемся делать из нашего сердца нашего духа превознося его оставь его выше благодаря его за все за милость и за прощение до спасения за все благо благословения то он становится высокой и слава божья тогда опускается на землю как ангелы пели слава богу вышних на земле мир в людях благоволения. Поэтому сейчас я еще раз прошу нас, чтобы мы вот превозносили его. Много раз в Писании сказано, превознесем его имя вместе, превознесем его в песнях, превознесу тебя в жизни моей вот так, вознесу руки мои. То есть, вознося руки, мы тоже превозносим его, мы как бы в высоту показываем. Поэтому, да будет Господь превознесен сейчас, дорогие, мы превозносим его, мы славим его, и пусть слава Божия будет над всей землей, пусть она будет над этой церковью, над нами, над всеми, кто вместе с нами служит и сейчас в эфире, пусть слава Божия придет. Халлелуя! Потому что Библия говорит, что земля полна его славы. И мы сегодня услышим проповедь о том, как Иисус молился о славе Божьей. Это будет учение для нас, чтобы мы молились о Божьей славе, чтобы слава Божия пришла. Есть молитва о славе Божьей. Поэтому сейчас я прошу помолиться о Божьей славе Иисус Христос. Говорит, прославь меня, то есть наполни меня своей славой, которая есть у тебя. Иоанна 17 глава. Поэтому, Отец Небесный, над всей землей пусть будет слава Твоя. Давайте мы, пожалуйста, свои руки и свое сердце поднимем к нему и скажем, Господь, приди своей славой. Потому что Твоя есть слава, Твое есть царство, Твоя сила. Именем Господа Иисуса Христа я прошу всех помолиться о славе Божьей, чтобы Дух Божий, Дух славы пришел. Отец Небесный, мы молимся сейчас, чтобы слава Божия была в нас, чтобы эта слава отражалась через нас, чтобы эта слава Божия действовала, исцеляла, совершала Божье дело среди нас. Поэтому мы призываем Тебя. Мы зовем Тебя на это место, Господь. Ты, Господь Церкви, Ты добрый пастор наш, Ты наш повелитель, Ты наш учитель, Ты наш друг, Ты Господин. Мы Тебя зовем сейчас, мы просим Тебя, чтобы Ты простил нас, вот простил нас все, что мы могли обидеть Тебя. Может быть, неправильно использовали какую-то часть времени, или кто-то обижался, или переживал, или сомневался, что бы ни было. Господь, мы просим, чтобы Твоя кровь омыла нас сейчас, и чтобы мы были готовы к славе Твоей. Я прошу, чтобы Ты омыл нас, и я прошу всех молиться так, что, Господи, пожалуйста, даже то, что я не знаю, даже то, что я не вижу, не понимаю, но если есть что-то неправильное во мне, пожалуйста, пусть Твоя кровь еще раз и еще больше омоет меня во имя Иисуса Христа. Халлелуйя! И мы славим Тебя, и мы хотим, чтобы Твоя слава наполнила нас здесь, дорогой Господь, во имя Иисуса Христа. И мне хочется попросить спеть «Земля полна Его славы». Слава Тебе, Господь! И давайте немножко споем перед тем, как будем слушать Слово Божие и позволим Божьей славе прийти и Божьему Духу прийти. Спасибо Вам! Слава Тебя, Господь! И мы славы, Господь! И мы славы, Господь! И мы славы, Господь! Ему славы, Господь! И мы славы! И мы славы, Господь! свят 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 а а а а все все а 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 Земля полна, его славы, земля полна, его славы, славы, Господа, земля полна, его славы, земля полна, его славы, земля полна, его славы, славы, Господа, славы, Господа, славы, славы, Господа, славы, Иисусу Христу, славы, Иисусу Христу, слава Тебе, Бог Отец в Духе Святом, слава и благодарение Тебе, мы славим Тебя в этом году, мы любим Тебя и мы славим Тебя сейчас, потому что Ты всегда заслуживаешь этого, Господь, да будет слава Твоя на нас, да будет слава Твоя написана на сынах сынов, то есть на детях и на внуках, на молодом поколении, мы благословляем сейчас детей воскресной школы, пусть слава Божия будет на них, пусть это будут дети божественной славы, благословляем нашу молодежь, чтобы эта молодежь была и оставалась и еще больше пребывала в Твоей божественной славе, Господь, пожалуйста, благослови особенно, Господь, мы хотим быть в славе Божией, наполненной великой славой Христовой, да будет Тебе честь и хвала во веки во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, церковь скажет Аминь, Аминь, давайте принесем славу Богу вот таким образом, Аллилуйя, 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 слава Тебе, Господь, дорогие, пожалуйста, приветствуйте друг друга, любовь Бога и Божьей славой, и Божьим присутствием, и, пожалуйста, садитесь, спасибо вам всем, кто пришли, всем добро пожаловать в церковь Христа, всем добро пожаловать, кто с нами в эфире, спасибо прославители, благослови Бог вас всех. Аллилуйя, слава Иисусу Христу, слава Богу. Господь очень сильно коснулся меня Словом Божьим из 17 главы Иоанна, и, как вы уже понимаете, две недели, в течение двух недель у нас звучит слово из этой главы. 17 глава Иоанна – это глава молитвы Иисуса. И нам всегда должно быть интересно, о чем молился Иисус Христос. Вы знаете, на земле люди интересуются выражениями, высказываниями, афоризмами каких-то людей и даже молитвами. На земле есть такая знаменитая молитва Франциска, вот он, как он молился, и люди переписывают ее, посылают друг другу там на Фейсбуке и так далее. Многих интересует молитва, как молятся известные и великие люди. Но нас с вами особенно больше всего захватывает, как же молился Иисус. Почему нас это интересует? Потому что его молитвы имели эффект, имели ответы. Скажите, аминь на это, аминь. Вы помните, когда Иисус помолился у гроба Лазаря, что произошло? Лазарь вышел из гробницы. Скажем, слава Богу, аминь. Помните, когда Иисус Христос дотронулся до умершего, до одра, то есть до вот этого, ну, одра, это то есть место, на котором носили мертвых людей, носилки. Он коснулся, и процессия остановилась, и Он сказал. Вы знаете, когда Иисус молится, и когда Он повелевает и говорит, это всегда действует. Молитвы Христа являются ключевыми для нас, или учением для нас, как Бог ожидает, чтобы мы молились, о чем Он хочет, чтобы мы молились, и что Он хочет сделать через эти молитвы. Я думаю, мы хотели бы это слышать, правда ведь, друг от друга хотели бы слышать из Писаний. Иисус, пример молитвы, мы знаем, что Он уходил в уединенные места и молился. У Него была личная молитва. И мы знаем, что Он повалился также публично, о чем Он говорил с Отцом лично, мы почти не знаем. Мы знаем, о чем Он говорил в Гефсиманском саду, потому что там было несколько учеников, и они слышали, хотя они дремали, спали, но они слышали Его слова, и Бог дал им эти слова записать. Но часто Иисус молился лично и говорил с Отцом, написано на горе Елеонской, ночью проводил в храме, потом в пустынные места, в пустыне уходил, молился, слава Богу, и публично молился. Публично Иисус молился несколько раз, Он молился, может быть, и много раз, но записано об этом. Он однажды сказал, Отче, прославь Сына Твоего, и Сын Твой прославит Тебя. Или сказал, и голос прозвучал, прославил, и еще прославлю. Знаете, Господь, Он мог иногда сказать, славлю Тебя, Отче, вот такая молитва была. Ей, Отче, что ты, славлю Тебя, что ты закрыл это от мудрых. То есть люди, которые считали себя мудрыми, умными, знающими, это были книжники, были фарисеи, но ты открыл это младенцам. И Он говорит, славлю ей, Отче, то есть воскрикал, да, Господь, таково было Твое благоволение, дадим хвалу Богу. Так что у нас есть с вами, у нас есть с вами возможность научаться от Бога, как раз потому, что мы себя относим, и я отношу себя именно к таким людям. Мы простые люди, мы не считаем себя мудрыми, мы ищем мудрости, мы ищем откровения, мы ищем Бога. Апостолы не были премудрыми сами по себе. Написано, замечали люди, что они были не книжные, и они были простые. Но Бог дал им премудрость тайную и сокровенную. К славе нашей, говорит Павел, к Божьей славе. И Он сказал, избрал немудрое миро, чтобы посрамить мудрое. Бог не хочет, чтобы мы оставались немудрыми, Бог не хочет, чтобы мы оставались в неведении. Поэтому Господь учит нас, и Павел говорит, я пишу, не хочу вас оставить в неведении о дарах духовных. И в других ситуациях Он пишет, я не хочу вас оставить в неведении, братья, что было то и то. Я не хочу вас оставить в неведении, в незнании. Он молился и говорил, Боже, дай дух премудрости и откровения к познанию. Он молился об этом, о духе премудрости. Притча говорит там о том, чтобы мы купили мудрость и не продавали ее. То есть ни на что не променяли. Ни на богатство, ни на славу человеческую, ни на что-то другое. Бог ценит это. И премудрость Божия, тайная и сокровенная, она была открыта прежде веков, или приготовлена прежде веков к нашей славе. И вот Господь, Иисус Христос, Он молился. Иногда это были такие короткие молитвы. И иногда это были длинные молитвы. И вот эта молитва, Иоанна 17, это очень сильная молитва. И я обратил на Него внимание, и я понял, что в этой молитве есть что-то особенное. Потому что Иисус молился вот так и так молился, прощаясь с учениками, что это имело огромное значение. Вы знаете, у Иисуса не было пустых слов. Ни одного слова напрасного. Вы согласитесь? Скажите Аминь. Его слова производили действия. И я могу доказать это потому, что то, о чем здесь молился, например, о славе Божьей, разве слава Божья не пришла в день Пятидесятницы потом, когда Он молился? Скажите Аминь. Она пришла. Когда Он молился здесь о единстве, Он сказал, что я молюсь, чтобы были все едины. Разве церковь после крещения Духом Святым не имели одно сердце и одну душу? Разве это не ответ на молитву Иисуса? Скажите Аминь. Он говорит, я молюсь, чтобы ты сохранил их от зла. Разве Бог не хранил от зла церковь? Он хранил их. Они были все в покое. Но когда Господь допустил гонения, Он предсказывал это, то это были гонения, это была честь, это была слава Божья на самом деле. Мы об этом сегодня поговорим. Итак, слава Божья, о чем молился Господь, и все другое, оно исполнилось. Его молитвы исполнились. Мы сегодня на земле находимся в естественном мире, физическом мире, который требует решения, насущных проблем, обычных нужд, физических каких-то нужд, душевных, духовных потребностей. Но Бог открывает, что мы находимся на самом деле, Царство Божие внутри нас, мы находимся в духовной реальности. Мы ходим по вере, но мы чувствуем Бога. Иногда кто-то из верующих что-то видит, что-то видит в Писании, что-то видит, может быть, во сне, но что-то видит в своем сердце от Бога. Но есть духовная реальность. И поэтому молитвы, они происходят в духовном мире, и они в духовном мире изменяют вот эту реальность. Болезни могут исцелиться физически, потому что в духовном мире что-то происходит. Сегодня одна сестра сказала мне, что она приняла причастие, и она с нами, она ходит к нам сейчас. Я сказал, я буду ходить сюда, я с вами здесь. Она сказала, она приняла причастие, и Господь исцелил ее, спину, три месяца болела спина. Господь коснулся ее славой Божией. Это не было возложение рук, это было прикосновение Божие, дадим славу Богу. Так это было, да? Аминь. Аминь. Потому что Господь движется в духовном мире. Он с тобой на работе, Он с тобой в дороге, Он с тобой во сне, Он с тобой рядом. И Он в тебе. И вот Иисус Христос, я должен это сказать, потому что если я не скажу, я не договорюсь что-то, я что-то сделаю незавершенным. И когда я начал говорить об этой молитве, в новогоднюю молитву мы собрались группой помолиться, я чувствовал, что я должен это слово говорить всей церкви и как-то его расширять, открывать, как Бог открывает мне, потому что оно необходимо нам. И поэтому Иоанна, 17 глава, я прошу всех, я благодарю, что вы с нами в эфире, я благодарю, что здесь. Давайте посмотрим, о чем, во-первых, молился Иисус. 17 глава, 1 стих. После этих слов, то есть после слов, которые Он говорил ученикам, Иисус поднял взор к небесам, и Он стал молиться. Вы знаете, когда мы говорим проповедь, мы потом начинаем молиться. Когда вы с кем-то общаетесь, лучше всего потом помолиться. И вот Иисус что-то сказал, а потом возвел очи свои в небо и сказал, «Отче, я пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Первое, что Иисус Христос попросил, о славе Божьей. Давайте увидим в этом больше. Слава – это не только известность, это не только популярность. В мире принято понимать, что слава – это как популярность. Бог говорит о славе как о божественном присутствии. То есть божественная слава, вот Его присутствие таково, что оно источает из себя Божью славу, Божье присутствие, Божье великолепие, Божью красоту, Божью любовь, Божью славу, Божью радость и так далее. Слава Божья, она включает в себя все, что есть в Боге. И когда люди согрешили, мы знаем, все согрешили. И что были они? Чего они были лишены? Они были лишены славы Божьей. Потеряли вот эта пустота, вот эта пустота, которую чувствуют люди, и чувствовали мы все без Бога. Это отсутствие Божьей славы. Стоит только Богу коснуться нас, дотронуться нас, что-то хорошее внутри происходит. Это лучше всего. Это прекраснейшее действие любого, любого, не знаю, обезболивающего, любого успокаивающего, любого психотропного, наркотического действия, которое является неправильным, оно является обманчивым и ложным. То есть это есть зло, это грех. Это есть истинное успокоение, это истинная благодать, истинная радость, истинный мир, покой, шалом, здоровье. И вот Иисус, Он поднял очи к небу и молился о славе. Поэтому, когда мы приходим в церковь, первое, я верю, что хочет Бог, мы молились о Божьем присутствии. Когда мы говорим, Господь, приди, приди. Это Бог хочет каждому проповеднику, каждому лидеру, каждому христианину. Господь, приди своей славой, прославь меня, то есть наполни меня славой. Не в смысле сделай меня известным, сделай меня популярным, то, к чему мир как бы стремится. И, чтобы быть известным, и ученики Иисуса, нет, простите, братья Иисуса, сказали Господу, все хотят быть известными, иди в Иерусалим, иди прояви, что ты делаешь, потому что они не веровали в Него. Они толкали Его к физической известности, но Он был руководим Богом, Он сказал, для вас всегда есть время, Мое время еще не пришло. И Он сказал, вы идите на праздник к Сею. А Он потом пришел на праздник. И когда Он пришел потом на праздник, то Он сказал неожиданно, кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, ищет, и потекут реки живой дуй. Это был праздник обновления. Люди переливали воду, это означает обновление. Но Христос указал на живую воду, и вдруг Он сказал, Он пришел в середине праздника, Он пришел в свое время. Знаете, Дух дышит где хочет, и Бог приходит, когда Он хочет. Иногда в начале собрания, в середине собрания, или в конце собрания. Но нам важно Его посещение. И говоря о славе Божией, я хотел бы, чтобы мы возжаждали ее, возжелали, потому что это, говоря о славе, мы можем говорить такие примеры, как, например, приди, Дух Святой, или приди, Иисус, или приди, Господь, или Отец, приди. Написано, Дух Святой и Невеста, то есть Церковь, да скажет, приди. И слышащий, да скажет, приди. Вот эта вот молитва о славе, она является очень важной молитвой Церкви. Давайте в этом году возьмем эту молитву как регулярно, то есть призывать Бога. Это то, о чем Павел говорит, призывать Господа. И поэтому молитва на самом деле, самое важное, и то, что Бог на первом месте поставил, это молитва о Божьей славе. И написано, да святится имя Твое, то есть будет славиться, возвеличивается, прославляется, да придет Царствие Твое. Слава поставлена на первом месте в молитве Отче Наш. Не то, что мы начинаем молиться и сразу говорим, «Господь, мне нужно вот столько денег, или мне нужна вот такая вещь». Конечно, об этом можно просить Бога, но Бог хочет, чтобы мы прежде всего искали Его славы, искали Его присутствие, искали Его, искали Даятеля, но не только Его Даяния. Искали Дающего, но не Дар, а Дающего Дар. И Он тогда и Дар Он даст. Ищите Царство Божье и праведности Его, и это все приложится вам, скажем, «Аллилуйя, дадим хвалу Богу». Аминь, аминь, аминь. Итак, молитва о славе. И вот Господь дает нам молиться о славе. Подумайте об этом. Как много увеличится слава, если мы все молимся? Если каждый придет до собрания, и мы помолимся, «Господь, приди, Дух Святой». И, может быть, вы слышите про молящегося, здесь ведет ведущий брат кто-то или сестра, и, может быть, вы частично слышите, и это хорошо. Но ваше желание – молиться вместе и призывать Божью славу. И поэтому, когда народ собирается и зовет Божье присутствие, то Божья слава, Божье присутствие начнет все совершать, Бог будет совершать своим Духом Святым во время собрания, после собрания и в нашей жизни после того, и поэтому призывать Духа Святого молиться, искать Его до служения, я верю, что это правильно для каждого из нас. Христос говорил Богу отчет, как я в прошлый раз сказал. Он говорил, «Я прославил тебя на земле. Я совершил то дело, которое ты поручил мне исполнить». Это значит, я принес твою славу, я возвеличил тебя, я сделал тебя известным. То есть я сделал тебя вот таким, потому что Иисус явил Бога нам. Он сказал, Иоанн говорит, что Бога никто никогда не видел, но Сын Божий, сущий в недре отчим, Он явил. Аминь. То есть Бога никто не видел вот физически на земле, чтобы люди просто вот так вот увидели, но Сын явил. И поэтому Он явил Его славу. Мы также с вами, не каждый из нас увидит Бога. Может кто-то иногда увидит какого-то ангела или как-то личность в белом, но может быть кто-то видел Иисуса, некоторым Господь говорил, вот когда хотел спасти, голос Божий звучал, но мы можем проявить Его, если мы будем Его принимать в свое сердце, Он проявится Духом Святым. И Христос сказал, «Я тебя прославил», и второй стих, «Я совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». «И ныне прославь меня твоей славой». Это стих пятый опять говорит, прославь меня, то есть наполни меня славой, которой у тебя было прежде создание мира. Христос в десятом стихе говорит, «Я прославился в них». Иисус Христос прославился, Его слава Божия была явлена в учениках. Они тоже славили Бога и прославляли Его, когда шли в Иерусалим, одежды постилали, в ветви срезали вербы. Знаете, сейчас теплая зима, кое-где вербы распустились. И они это все делали, чтобы почтить Его, прославить Его. И есть еще один стих о славе. Господь опять молится о славе в течение этой главы. Это стих 22 и 24. Он говорит, «Славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут все едины», то есть едины во славе Божьей. Опять говорит, значит, и говорит еще 24 стих. «Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою». То есть, Его мечта была, чтобы мы видели славу Бога, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основанием мира. Итак, мечта о славе Божьей. Мечта о славе Божьей – это совершенно, абсолютно нормально, правильно для каждого христианина, для каждого Детя Бога. В Ветхом Завете Давид мечтал о славе Божьей, и он говорит, «Боже, Тебя от ранней зари ищу, я по Тебе томится плоть, моя в земле пустой, и сохшей, и безводной». 62-й псалом, 1 стих, 2 стих, «Моя плоть томится, каким желанием?» 3 стих, «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, которую я видел во святилище». Смотрите, правильно ли это желание сердца? Правильно, искать славу Божию. Аминь, аминь. При Божьем присутствии, те, кто любят Божью славу, и часто это бывают молодые люди, молодежь, и даже подростки, те, кто вкусили, они любят Господа, это одно из самых прекрасных, что они пережили. Они любят Иисуса, и тогда уже ничто не может их разделить с Богом. То есть, зная Божье присутствие, зная вкус Божественной славы, также пожилые люди, молитвенники, они любят это Божье присутствие, ищут Его. И Божественная слава – это то, что искал Давид. И в многих других псалмах он говорит об этом же. Ну вот этот же Псалом 62-3, «Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище». Слава – это Божий знак присутствия, что Он пришел. Бог не приходит, как пустая личность и сестру. Нет, это не присуще Ему, это не достойно Ему. Бог приходит со славой Своей, и люди чувствуют нечто. И в прошлый раз я говорил о том, как здесь женщина, пожарный инспектор, она чувствовала, но она не знала, что это такое. И она сказала, «Расскажите, что я чувствую здесь? Объясните мне, что это?» Она была в изумлении, и она молчала, задумавшись долгое время. Она ходила здесь долгое время, может быть, больше часа. Она проверяла каждую комнату, каждое помещение нужно было проверить. Она ходила, делала записи, но когда она села и подводили итог, она стала спрашивать вот этот вопрос. И мы говорили долго о Господе. И когда она уходила, мы на улице еще долго, может быть, полчаса или больше разговаривали, она так и не уходила. Она слушала внимательно. Мы говорили о Божьем присутствии. Господь не хочет, чтобы мы его потеряли, как потерял Адам, как потеряли мы все, не зная Бога. Божья слава – это нечто дорогое, драгоценное, когда Бог с тобой. Когда Бог с человеком, мы знаем на примере жизни в Египте Иосифа, то Он его благоставлял во всем, в тюрьме, в этой яме Бог его спас, в доме фараона, в доме Патифара, потому что Господь был с Иосифом. Когда Господь был с Давидом, эта Божья слава была с Давидом, то у него все получалось. Саул стал завидовать ему. Он стал противиться, он стал ненавидеть его, потому что Божий Дух отступил от Саула, но злой Дух пришел к нему. И этот злой Дух, он противился тому, что было в Давиде. Но Давид всюду действовал благоразумно, потому что Господь был с ним. Когда мы говорим Господь с ним, то имеется в виду и слава Божия с ним. Бог с человеком. Аминь. Когда ты молишься, и ты молишься в Духе, то Господня слава наполняет тебя, и ты определенно меняешься. Ты выходишь, и твое лицо просветлено, потому что слава Божия касается тебя. Так было с Моисеем, но гораздо больше тогда, чем с нами бывает. Вы помните, как он шел с горы, и его лицо сияло от славы Божьей. Слава, она имеет способность проникать в человека и иметь рефлект, то есть отражение. И поэтому Господь хочет, чтобы мы были отражением Его славы, чтобы человек был по образу и по подобию Божьей, чтобы мы были выражением Божьей славы. Сатана не хочет этого, он хочет нас погасить, он хочет лишить радости, он хочет атаковать, он хочет смутить, чтобы мы унывали, чтобы мы были лишены славы. Но Бог хочет дать эту славу. Эта слава, то, о чем мы молимся, она приходит от Святого Духа. И в Ветхом Завете говорится много примера славы Божьей, когда слава приходила. И я не буду говорить все примеры, я только скажу ясные такие конкретные примеры, исход, последняя глава. Там говорится о том, 40 глава, 34 стих, что дом, что скинью наполнило облако. Облако славы Божьей. Левит 40, а простите, исход 40, 34, здесь говорится, подчеркивается, в чем была красота вот этой скини. Не только в том, что она была украшена, что там были определенные из драгоценных металлов, что-то сделано, какое-то обрамление, красивые ткани, но это было славно тем, что там находился Господь. И поэтому, когда Моисей сделал все, то есть он приготовил место, слава Божия требует подготовки, то в 34 стихе покрыло облако скиню собрания, и слава Господня наполнила скиню. И не мог Моисей войти в скиню собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скиню. Это была такая слава великая, что он, даже он побоялся туда зайти. Это был Господь в своем величии. Это была великая слава Божия. Она пришла в скиню, там, где люди готовились молиться, служить. Второй пример о славе, очень явный пример. Есть много-много о славе сказано, повторяю, но говорится второй параллель поминон о том, как были все как один, поющие и восклицающие, и дом, дом Господень наполнила слава Господня. Это известный пример, известное описание, но это говорит о том, что хочет Бог. Когда храм был построен, и когда все было сделано по Слову Божьему, то наполнило слава, облако славы. И что тогда священники не могли стоять. Здесь уже говорится о действии славы. Они не могли стоять. Очевидно, они пали пред Богом, может быть, на колени, а может быть, опустились на землю от славы Божьей. Потому что Господь здесь... Это третья глава, простите, пятая глава, простите. Пятая глава, вторая, это репоминон. Здесь написано, и были как один трубящий, поющий, издавая один голос к восхвалению, словословию. И когда загремел звук труб и кимвалов, то есть, когда было прославление, когда была хвала, тогда... И говорили, благ Господь, вовек милость Его. Тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Слава, это наполняет то, что мы отдаем Богу, что посещаем Богу. Вот о чем молился Иисус Христос. И Он молился о славе Божьей. И Он говорит, я славу Твою передал Ему. И поэтому молитва о славе Божьей, о Божьем присутствии, это важно, чтобы в этом году, этот год, мы молились, Боже, наполни Его славой. Чудеса и знамения, присутствие Божье, слава Божья, пусть наполняет нас здесь. Исайя 6 глава, написано, свят, свят Господь, Савово вся земля полна славы Его. Пришедшая слава от Бога, она показала, обнаружила недостатки пророка Исаии, и он начал молиться, осуждая себя, говорил, увы, то есть, или горе мне. Но Господь ободрил его, изменил его, и сказал ему, кого мне послать, кто пойдет? И он говорит, вот я, пошли меня. Слава Божья была в кусте Моисея, вы знаете. Слава Божья являлась, когда Моисей был перед народом, и когда люди хотели атаковать и убить их, восстали на него, то явилась слава Господне, она была защитой. Слава Господня проявлялась в разных действиях, которые были в Ветхом Завете, например, воды открылись, Иордана, стены Иерихонские упали, и так далее. И так далее. Все чудеса и знамения происходят от божественной силы и от божественной славы. И так молитва о славе Божьей является одной из самых важных. Пение о славе. Когда мы просыпаемся, мы можем петь земля полна его славы или поклоняться внутри, думать о славе Божьей. Давид говорит, я буду размышлять о высокой славе величия Твоего, размышлять о могуществе славных дел Твоих. Слава это то, что мы размышляем, то есть Божье присутствие и стремимся в Него. Хвала Господу. Это вот немножко, что хотелось сказать о славе. Поэтому я очень прошу всех нас, чтобы мы все согласились молиться и призывали, Господь приди, Дух Святой приди, пусть придет божественная слава, божественное присутствие, пусть явится среди нас, когда мы молимся. И еще хочу, еще об одной молитве, которой молился Иисус. Иисус в этой молитве Он говорил о многом, и в частности Он просил Господа о тех, которых дал Ему Бог. Здесь написано, кто это были за люди, Иоанна 17, стих 6 и по 12. Пожалуйста, посмотрим Иоанна 17, стих 6. Иисус говорит, Я открыл Твое имя человеком, которых Ты дал Мне от мира. Знаете, у нас есть родные и близкие, за которых мы молимся, и это естественно для нас. Мы молимся за своих родных, мы благословляем своих детей, благословляем сестру, брата, и это нам свойственно. И так должно быть. Молиться всегда за домашних. Но Господь молился, Он говорит, Я молюсь о тех, которых Ты мне дал от мира. То есть о тех, которые были спасены из мира. Это говорит о том, что нам нужно молиться за всех, кого дал нам Бог. Это очень сильно захватило мое сердце. Я подумал, я должен молиться за каждого человека, которого я знаю, которого дал мне Бог, дал мне как друга, дал мне как знакомого, дал нам как церковь. Вот за каждого стараться помолиться. Если не смогу сделать что-то каждому, ну не знаю, мы находимся в ограниченном мире, да, могут быть ограниченные пространства. То есть мы, наши друзья и наши, которых дал нам Бог, могут находиться в разных уголках земли. Но есть молитва, которая может за них звучать. Скажите, аминь, да? Есть финансовые ограничения. Может быть, у тебя ограничения, ты не можешь каждому подарить какую-то большую сумму денег или что-то, но, и поэтому, может быть, ты даришь близким друзьям, или что-то на Рождество, или на День Рождения. Может быть, физически есть ограничения, но молитва не имеет границ. И Иисус молился за каждого, которого дал ему Бог. И я почувствовал это, я хотел донести это до нас, чтобы мы все это как-то приняли в сердце свое. Всех, кого тебе дал Бог. Чувствуешь, что этот человек тебе друг, он твой, может быть, коллега, или друг в церкви, на домашней группе, члены церкви. Бог дал тебе. Ты чувствуешь особенное духовное единство. Ты приветствуешь, общаешься, разговариваешь, неважно, на молодежном собрании, на группе. Друг, друзья, не знаю, товарищи, как можно назвать? Молись о всех, кого дал тебе Бог. И поэтому мы можем составлять тогда списки в разуме, в сердце, либо и сказать, я хочу помолиться. Я не могу, может быть, сделать что-то особенное для этого человека, но я хочу помолиться за него. И вот Иисус молился о тех, которых дал ему Бог. Молимся мы о всех, кого дал нам Бог. Молимся мы о каждом, которого дал нам Бог. И знаете, иногда хочется даже вот перед глазами держать список церкви и молиться поименно. Потому что, чтобы быть, чтобы исполнить волю Божьей. Поэтому вот я просил, что если вы можете заполнить анкету, подтвердите свое членство церкви, мы будем видеть, можем иметь как-то контакт, знать, сколько семья, сколько детей. Очень легко тогда вспомнить, что-нибудь трудно вспомнить каждого. Когда мы собираемся и говорим, вот нужно вспомнить сейчас семью, у которых есть дети. Вот подарить подарок или продуктовый подарок хотят дать тем, у кого есть дети. И мы начинаем вспоминать, очень трудно вспомнить. Но когда у тебя нет списка, как бы трудно, и можно кого-то упустить, и можно кого-то таким образом случайно обидеть. Но вот иногда вот, знаете, молятся от каждого. Молитвенный список составляют или членов церкви и стараются молиться. Вот я бы хотел, чтобы это была такая возможность. Я знаю, что нас не все заполнили эти анкеты, не все еще отметились, но я очень прошу, сделайте это. Будет такая возможность. Это пригодится в дальнейшем, чтобы мы могли как-то больше каждому уделить внимание, каждого заметить. И так делается повсюду в мире. Это списки не существует для властей. В советское время как-то списки берегли от властей, потому что, ну, чтобы не отдавать им церковную книгу, чтобы они не следили за верующими, не преследовали их за их убеждения. Но сейчас это никто не требует, это чисто внутри, чтобы домашняя группа знает свой список, пастор знает список церкви, молится. Ну, это так, к слову. Но Бог хочет, чтобы мы молились за всех. И поэтому я напрягаю память, а стараюсь вспоминать и молиться. У нас в анкетах есть место для фотографий. Знаете, иногда можно перепутать имя, потому что когда сотни людей, и ты вдруг... Я вдруг и думаю, это Валентина или это Лидия? Как бы мне не ошибиться? Молюсь про себя. Может быть, вот... И иногда вспоминаю имя, потому что трудно сразу вспомнить. Но когда у нас есть список и мы молимся, это гораздо удобнее. Поэтому, пожалуйста, если вы не сделали это, сделайте. Сегодня можете подойти в офис, вам дадут анкету, и заполните ее, и чтобы мы знали друг друга больше, и могли больше, и более эффективно служить друг другу. Но Иисус молился о всех, кого дал им Бог. Итак, прочтем еще раз. Он говорит, я молюсь о тех, кого дал мне Бог, стих 6, кого ты дал мне. И смотрите, они были твои, и ты дал их мне. То есть у Бога в сердце эти люди. И Он дал их Иисусу. И они сохранили слово твое. Это, конечно, ученики. Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Они поняли, что все, что имеет Иисус, это пришло от Бога. В том числе они, как ученики, были получены от Отца. И все чудеса, которые сделал Иисус, также было все от Бога. Скажем, все от Бога. Аминь. Все хорошее приходит от Бога. Я передал им, и они приняли, и уразумели истину, что я ишел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Итак, его молитва звучит о тех, которых дал ему Бог, которые верят, которые доверяют, которые знают, от Бога, которые приняли служение. Очень важно молиться. Так же, чтобы мы молились друг за друга и заслужителей друг за друга. Те, кто знают. И он дальше говорит, ибо все мое твое, и твое мое. То есть, те дети, которые дал, как Иисус говорит, Дух Святой говорит, Дух Христа говорит, в псалмах, и об этом написано также в послании евреям, вот я и дети, которых дал мне Бог. То есть, Иисус говорит, Сын Божий говорит, вот я и дети, по-моему, вторая глава евреям, вот я и дети, которых дал мне Бог. Итак, Бог дает, и Он говорит, я молюсь о тех, которых Ты мне дал. Друзья, давайте согласимся в этом году, и я говорю это вполне серьезно, ответственно, пожалуйста, вспомним всех, кого дал нам Бог. Те, кто к нам в церкви рядом или подальше сидят. Попробуем молиться друг за друга, потому что Иисус говорит, я молюсь о тех, которых Ты дал мне. И дальше, стих 11, они уже не в мире. Простите, я уже не в мире, простите, я уже не в мире, а они в мире. А я к Тебе иду, Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Он молился о полном единстве и гармонии между данными учениками, между Иисусом и между Отцом. Вот эта молитва всегда одно сердце. И поэтому я сказал вначале, разве Бог не услышал молитву Иисуса, что дал множество верующим одно сердце, одну душу. Никто не называл свое имение своим, никто не закрывал двери своего дома, ни для кого не являлось нежелательным, что пришли там верующие, дети Божьи, помолиться, пообщаться. Они все это посвятили Богу. Они настолько любили друг друга, что они готовы были всех принимать. И это была молитва о учениках. Итак, Бог хочет, и я верю, первое, молиться о славе. Второе, чтобы мы молились о тех, которых дал нам Бог. И Он говорит, я всех их сохранил, кроме сына погибели. И третье, молиться о тех, которые уверуют по их слову. Это значит молиться за тех, которые еще не спасены, но которые уверуют, то есть это будет будущее. И я верю, что в этом году Бог хочет, чтобы мы как никогда особенно начали усиленно молиться. Все, молодежь, подростки, всех хотим. Я хочу всех просить, чтобы молились за тех ребят, за тех молодых людей, за тех детей, которые еще поверят. Вы знаете, некоторые молятся о том, чего еще нет. И правильно делают. Некоторые молятся за детей, у которых еще нет. И они говорят, они молятся, некоторые молятся за жену, которую даст ему Бог, которой еще нет, и молится за детей, которые будут потом. Это совершенно правильно, если кто молится так. Он молится, я хочу, Господь, чтобы ты потом дал ребенка или мальчика, молилась Анна о сыне, которого у нее еще не было. Она просила о дитях заранее. Это пример молитвы. И поэтому Иисус молился о тех, о нас, которые поверят по их слову. Представляете? Это правильно. Поэтому, когда молитвы церковные, они обретают такое значение, первое, получить Божью славу и присутствие. Второе, молиться друг за друга, молиться за каждого, который дал нам Бог. Третье, молиться за тех, которые поверят по словам верующих. Это серьезная задача. И поэтому, если в церковь даже будет пост и молитву, молиться за спасение душ в этом году, это будет очень правильно. Когда те, которые посвятят себя. Поэтому сегодня тема, я не могу назвать, что, я хотел назвать ее посвящение 2, можно так назвать, посвящение 2. Но если говорить о посвящении 2, то в смысле посвящение вот таким молитвам. Молитва Иисуса или посвящение вот таким молитвам. Когда мы были в библейской школе в 91-92 году, там были учения, очень много учений о молитве, потому что была специальная молитвенная школа. И каждый день после библейской школы заступала молитвенная школа. То есть отдельно учили о молитве, о Божьей силе, о Божьих дарах, о славе Божьей и так далее. Поэтому, потому что молитва такая большая тема, что каждый день можно было на нее учить. И поэтому каждый день, там где-то полтора-два часа, была молитвенная такая школа. И в этой школе иногда говорились учения. И там говорились учения. Вот есть молитва возложения нужд на Бога. И вот приносили местописание. То есть Библия говорит, все заботы возложите на Него. То есть молитва, когда мы перекладываем, когда учимся возложить на Бога. Вот это очень важно. Иногда мы очень сильно берем на себя. Мы иногда берем и переживаем сильно. И вдруг кто-то мудрый говорит. На днях кто-то сказал, вот мы общались, и кто-то говорит, да, значит, теперь надо это возложить только на Бога. Я подумал, ну вот, видите, какой ответ. Сразу слово. Возложить на Бога. Иногда мы забываем. Но есть молитва, когда мы говорим, Господь, я возлагаю это на Тебя, я передаю это Тебе. Есть разные типы молитв, о чем мы учимся. Это бывает. Иногда мы это не отпускаем. Мы берем это лично. Мы сильно переживаем, переживаем, волнуемся, может быть, сомневаемся. И это нам тяжело. Мы от этого страдаем. Но Господь хочет, чтобы мы научились возлагать это на Бога. Я просто пример сказал. И однажды в моей жизни пришло это откровение. Пришло это откровение вынужденно. Не моим каким-то разумом или достижением. Это был 1997 год. Мы с вами приобрели это здание. И здание мы пошли с вами по вере. И те, кто были в том время, помнят все чудеса. И как церковь 22 года назад приняли решение, что мы приобретем это дорогостоящее здание, у нас было всего лишь наличие около 500 долларов, а здание стоило 100 тысяч долларов. У нас была вера. И Манев Филипп, она видела ночное сновидение, откровение, что здание, Бог дает нам большое, светлое. И я понял, что надо идти вперед. Когда мы приняли это решение, церковь очень сильная. Об этом нужно отдельно рассказывать. Церковь очень много жертвовали. Люди, простые, искренние люди отдавали все. Продавали даже личные вещи. У кого-то был антиквар, у кого-то было что-то. И все это... У кого-то была какая-то драгоценность еще с советского времени. Братья комиссии отвезли в Таллинн, там сдались в специальный магазин антикварный, привезли 10 тысяч крон. Но в основном это были пожертвования христиан. Они так сильно жертвовали, и мы сделали все. Каждый сделал, наверное, все, что только мог. И тогда нужно было еще каждый месяц, в течение полтора года, платить 3200 долларов. В 1997 году. В трудное экономическое время. Нужно было платить. И это было время кризиса. Дефолта, который... Это время дефолта в России 1998 года. Скоро наступило. Тогда Кириленко был премьер-министром. И тогда в России так дешевые стоили материалы. И вот эти двери, которые мы купили в России, дубовые двери, они были во время дефолта куплены. Каждая дверь стоила всего 100 долларов. То есть дубовые двери, которые, можно сказать, считаются как бы вечным материалом. Конечно, он не вечный, но надежный. Но это время было трудное. И в это время нам нужно было платить каждый месяц 3200 долларов. Плюс делать ремонт внутри, утеплять здание, делать теплоузел, менять окна и разные другие нужды. И тогда, конечно, сотрудники все пошли, написали заявление, что они просят заявление, чтобы сделать, уменьшить зарплату. У нас тогда работали еще два брата. И все пошли как только возможно. Но это все принесло определенное тяжесть и бремя. Бремя, которое легло на мои плечи и которое я взял слишком сильно. И мы только вот рассчитаемся один месяц, и мне уже было страшно. Что же будет через месяц? Вот всего 30 дней, они пройдут очень быстро. Где мы возьмем эти тысячи? Кроме этого за тепло платить, за свет платить. И я взял это очень персонально, лично на себя. И я чувствовал свою ответственность, потому что моя подпись была в договоре и в случае просроченного платежа мы платим проценты. И я очень переживал. И таких переживаний мне хватило на 6 месяцев. То есть 6 месяцев, это было настолько трудно, мне показалось, потому что каждый месяц я очень сильно переживал. Я взял это бремя на себя, чувствовал личную ответственность. Я очень волновался. После всех побед и радости, которые мы имели, вдруг полтора года находить такие суммы. Это огромные суммы по тому времени. И вот тогда мне пришло откровение. Я просто изнемог. Я изнемог, и я чувствовал, что я не могу больше. Я вам честно в это спою. Я просто не могу. Мне так трудно. Я перестал учиться эстонский язык. Я не мог находиться на курсах эстонского языка, потому что все, что было в моем разуме, как же мы найдем эти деньги? Если мы не заплатим, мы будем платить проценты. Я пошел, отучился категории А, Б, и сдал экзамен на А, и больше сил нет. Вот так я чувствовал себя. И наступил 1 сентября 97-го года. И вдруг начало сентября. И вот когда эти 6 месяцев, мы должны были платить 1 числа. И вдруг мне пришло откровение возложить заботу на Господа. И я сказал, Господь, я уже не могу. У меня нет никаких сил. Я просто отдаю это Тебе. Это было вынуждено. Это было из моего отчаяния, из моего бессилия. Но я положился на слово, которое написано. Все заботы возложите на Него, потому что Он печется о вас. И я это сделал, вот как не понимая раньше. Я слышал в библейской школе это учение. Но вот тогда оно открылось мне очень сильно. Есть молитва, переложение забот на Бога. Когда мы, мы не являемся беспечными. Нет, мы не являемся равнодушными. Мы просто ответственно, полными верой, вручаем это Богу и верим, что Он это сделает. И когда это произошло, я испытал величайшую свободу, величайшую свободу экономическую. Настолько мне стало легко. И следующий целый год, а мы должны были платить еще ровно год, я уже ничего того не чувствовал, что чувствовал раньше. Я получил радость, облегчение. И я смог идти, уповая на Бога, потому что Бог дал мне откровение. Я благодарю Его за это. Это милость Божья была ко мне. Поэтому если кто-то очень сильно обременен, я иногда рассказываю им эти истории. Я говорю им, что вот так было в моей жизни. И я прошу вас, возложите это на Бога. Но вот сейчас мы говорим не об этом, хотя пусть это будет назидание. Мы говорим о других типах молитв, когда мы начинаем молиться о том, чего нет. И поэтому мне бы хотелось, чтобы мы как церковь представили еще молодых людей, подростков, ребят, сирот, бедных, с средним достатком, или даже богатых, или детей из каких-то, может быть, богатых семей, кого бы ни было, избалованных, обиженных, грустных, больных, здоровых, всех, Бог любит всех, чтобы мы молились о тех, которых дал нам Бог. Чтобы видение нашей церкви, видение, оно заключалось прежде всего в молитве. Первое, это молиться о Божьем присутствии, о славе. Второе, молиться о тех, кого уже дал Бог, то есть сохранять. И третье, за тех, которых Бог даст. В этой молитве еще есть два принципа. Я в прошлый раз их говорил на вечере Господней. Помните, сохрани их от зла и освети истиной. Слово Твое из истины. И мы имели вечерю Господню. И Христос за это посвятил себя, чтобы мы были освящены. Это мы с вами слышали. Это все остается также актуальным. То есть молиться о святости и молиться о защите. Но вот эти три, которые мы сегодня говорим, Дух Святой положил особенно в сердце. И я бы хотел вдохновить нас на какие-то молитвенные собрания. Может быть, на домашних группах церковные молитвенные собрания. Кто только может, кто как участвует, чтобы мы, пожалуйста, возьмите это в свое сердце. И наряду с тем, что вы молитесь, давайте возьмем вот эти вещи. Постоянно молиться о Божьей славе. Когда молится молитва здесь, пятницу в шесть часов молимся, чтобы слава Божия пришла на собрание молодежи в семь часов вечера. Молимся о воскресном собрании. Мы молимся о Божьем славе. Молимся за тех, которые дал нам Бог, и за тех, которых Он нам даст. Вот это слово, которое я хотел донести, и закончу его писанием, писание, вернусь опять к славе. Это Колоссянам 1,27. Пожалуйста, если можно показать это слово, вы быстрее. У меня Библия достаточно еще новая, и я ее медленно открываю. Боюсь порвать страницы, как-то я одну страничку так резко сделала. Порвалась, жалко очень. Поэтому здесь написано, «Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников Христос в вас». Друзья, когда Христос в нас, когда Иисуса мы принимаем в свое сердце, мы отказываемся от греха и говорим, «Иисус, будь в моем сердце», то богатство славы приходит туда. Богатство Божьей славы. И Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, то есть для языческих народов, для нас. Которая есть Христос в нас, упование славы. Туда, куда приходит Иисус, туда приходит Его божественная слава. Я сейчас буду приглашать нас на молитву. И я хочу вот это подчеркнуть опять, потому что молитва о славе очень-очень важна. Дальше 1 Петра 4 главе сказано о славе Божьей, что когда вас гонят, то есть когда вас обижают, то Дух Божий, запитая Дух славы, почивает на вас. Итак, что такое Дух славы? Это Дух Божий, Дух Святой. Поэтому написано, Он вам, Он ими ругается, а вами прославляется. То есть хулиться. А Господь сказал, не будет прощения, кто похулит Святого Духа, кто противится действиям даров Святого Духа, кто противится служению, помазанию. Это противление Святому Духу. Оно очень греховно. И здесь написано 1 Петра 4 глава, 14 стих. Если злословят вас за имя Христово, то вы блажены, ибо Дух Божий, Дух славы почивает на вас. Знаете, если вы служите, если вы делаете добро, служите детям, служите бедным, хотите там, служить, не знаю, ферма, репцентр, что угодно, вы хотите служить, вы хотите спасать людей, и вас злословят, то Дух Божий почивает. Знаете, есть люди, которые посвящают всю свою жизнь, делают добро, хотят делать, но их злословят. Мать Тереза злословили. Кажется, что человек копит деньги, занимается сребролюбью. Обвиняли ее в скорости. Злословие. Поэтому Павел говорит, злословят нас, мы молим. Мы как ссор попираем. Человек что-то пытается делать в его злословии. Это есть противление мира. И мы не должны с вами в этом участвовать. Мы должны благословлять. Хочет человек строить, пусть строит. Хочет принимать туда детей бедных, помогать, благословляете. Хочет кто-то реабилитации, кто-то хочет алкозависимых, надо благословлять. Нам не всем это понятно. А кто-то подумает, вот придет человек, вот как это все будет, что... Слава Богу. Аминь. Поэтому здесь написано, когда вас злословят, то вы блаженны. Дух Божий почивает на вас. Имя Он хулиться, а вами прославляется. Итак, Дух славы и Дух Божий. Дух Божий – это Дух славы. Поэтому всякий раз, когда мы приглашаем святого Духа, то мы приглашаем Божию славу, Божие присутствие. Аминь. Бог хочет, чтобы мы делали великие дела Его. Аминь. В том числе что-то делали, что-то строили, здания, всякие возможности для того, чтобы Божий Дух славы приходил и благословлял людей. И еще, 2 Коринфянам, 3 глава, 7 стих. 2 Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Здесь говорится о Божьей славе так, что эта слава, она лучше славы Ветхого Завета. Сказано, что если служение смертоносным буквам, Моисей служил, он принес эти буквы, было настолько славно, то есть лицо закрывали, он нес эти скрижали там или из горы шел, лицо его сияло лучами, да, то сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть временной. То не гораздо ли более должно быть служение Духа, более славно служение Духа. Смотрите на эти выражения. Апостолы имеют величайшую премудрость Бога. Смотрите, какие здесь слова. Значит, значит, восьмой стих. Гораздо более слава должна быть, чем в Ветхом Завете. В девятом стихе. Изобилуют славою служение оправдания. То есть это полно славы. Служение праведности, служение в Иисусе Христе должно быть еще большей славой. Изобиловать. Десятый стих. Прославленная, то есть то, что слава была в Ветхом Завете, не оказывается теперь славным с всей стороны по причине преимущественной славы и последующей. Преимущественная слава. Последующая слава. Преимущественная слава. Большая слава. Изобилует славой. Более славно написано. Если превосходящая славна, то тем более пребывающая. Пребывающая слава. Я хочу, чтобы мы с вами никогда не потеряли Божью славу. Чтобы мы никогда не ходили сами по себе, без Бога. Но всегда ходили в Его присутствии. И вот это слово говорит о том, какое оно преимущество. Поэтому Новый Завет говорит о божественной славе определенно. Она принадлежит. Поэтому повсюду христиане собираются и хотят поклоняться Богу во славе Божьей. Иисус молился об этом. Поэтому я сейчас хотел бы попросить нас помолиться о Божьей славе. Хотел, чтобы мы взяли для себя вот такую установку, или как в мире говорят установки такие, ну, такие направления, чтобы молиться обязательно о Божьей славе. Давайте, пожалуйста, мы сейчас в конце этой проповеди предстанем пред Богом. Давайте предстанем прославляющих. И хочу просить мою любимую церковь, родную церковь, чтобы мы молились такими молитвами. За всех, кого дал нам Бог. За тех, кого Он нам даст. За славу Божию. Аминь. Кто из нас согласен с этим посланием? Кто верит, что Иисус молился правильно? Кто верит? Аминь, скажите. Аминь. Кто верит, что мы должны молиться именно так, потому что Иисус так молится? Аминь. Поэтому Иисус, в Нем есть богатство славы. Господь, я благодарю Тебя сейчас за то, что Ты даешь нам это Слово, и за то, что Ты хочешь, чтобы это Слово произвело в нас молитвы такие. Чтобы в каждом доме была слава Твоя, в каждой домашней группе, в каждом из нас была Божья слава. Господь Иисус Христос, Ты обещал, что слава последующего храма будет больше. Аллилуйя. Мы верим, Господь. Мы верим, Иисус. Мы верим, Господь. Слава Тебе, Иисус. Мы верим, мы верим, мы верим, что Твоя слава, она простирается до конца земли. И славой Твоей полна вся земля. Поэтому, Господь, мы идем к Тебе, я прося о Твоей славе. Я прошу каждого помолиться. Если что-то мешает Божьей славе, как и мешала Исаии, то Исаия, он молился, и он говорил, ну, он говорил, горе мне, то есть я просто в поражении, я в беде, я в проблеме. У меня не чистые уста, но Господь тут же ответил и сказал, из славы Божьей. Он говорит, вот это коснулось уст Твоих. Грех Твой удален, грех Твой очищен. Поэтому, Господь, мы просим Тебя, чтобы из славы Божьей пришло то, что могло изменить нас, чтобы мы в новом году, чтобы мы только благословляли. Чтобы никто не говорил плохое о ком-то, чтобы никто не подозревал, не лукавил, не ходил в сомнениях, не притыкался, но благословляли друг друга, ходили во славе, благословляя друг друга. Поэтому, Господь, я прошу каждого служителя благословить, все, кто мечтает о служении, все, кто мечтает о труде, кто уже трудится, кто будет трудиться, чтобы Ты благословил нас Божьей славой. Аллилуйя Тебе, Господь, мы славим Тебя, Иисус Христос. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте попросим Божий Дух и Божью славу прийти. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Благословляем поясницу. Кто-то страдает болью поясницы сейчас и болями в коленях, в коленях, в обеих коленах. Господь хочет исцелить вас сейчас Божьей славой и Божьим присутствием, если Вы позволите. Господь хочет исцелить вас. Здесь пару позвонков. Я вижу два позвонка в этом месте, два вместе, один за другим. Там Господь хочет исцелить Тебя. Отец, я благодарю Тебя, я воздаю славу Тебе. Господь, я прошу, коснись, пожалуйста, этого человека и этих людей во имя Иисуса Христа. Я молюсь, Господь, чтобы мы были люди божественной славы, божественного присутствия. Аллилуйя. Господь, дорогой, приди, приди. Благослови сейчас Дух Святой. Благослови нас быть людьми, полными славой, которая во Христе. Господь, прости нас. Прости нас, пожалуйста, прости всякое охлаждение, всякое отступление, может быть, от молитвы или от слова, или что-нибудь. Господь, коснись. Сейчас Господь здесь касается верху, вот где ключицы, обе ключицы и ниже. В этом месте Дух Святой исцеляет. Здесь какие-то были припухлые такие места, и Господь хочет исцелить. Давайте верим, что Господь коснется вас, ваши. Здесь вот где, бронхи, наверное, или что-то здесь такое. Господь касается, я верю. Он хочет коснуться нас. Он хочет коснуться Тебя. И во имя Иисуса Христа мы молимся, и мы связываем болезнь именем Иисуса. Мы запрещаем болезнь именем Иисуса. Пусть слава Божия будет здесь, где была болезнь. Аллилуйя. Левый локтевой сустав сейчас. Левый локтевой сустав Господь хочет исцелить. Слава Тебе, Господь. Зайди, святой Господь, на это место. Прими от нас хвалу, великий Бог. Слава Тебе, Господь. Приди, Дух святой, ожидаем мы Тебя. Иви нам силу, славу и любовь. Кто желает подойти сюда, помолиться, пожалуйста. Мы ищем Твоего лица и милости Твоей. Мы ждем Тебя, открыв сердцем, любовь свою и зле. Мы поклоняемся Тебе, Царь славы. Бог хочет, чтобы мы были носителями славы Божьей. Таким, как был Моисей. Он нес в Себе славу Божию. Его лицо выражал, Его дух выражал. И когда нужно было помощники, когда Моисей жаловался Богу, что не хватает служителей, Бог сказал, возьми 70 и дай им от славы Твоей. Я возьму и дам им от славы Твоей. Представляете, от Божьего присутствия. Бог сделал этих 70 человек старейшинами от Божьей славы. Поэтому хвала Тебе, Господь Иисус. Мы благодарим Тебя, Отец. Твой Дух Святой здесь. Я прошу нас всех помолиться прямо Богу. Можно забыть обо мне, но прошу, пусть Слово будет в нашем сердце. Мы хотим быть людьми Божьей славы. Разве не так? Разве мы не хотим быть движутся в Божьей славе и находиться в Божьей славе весь этот год? Если Бог даст нам прожить этот год. Халлилуйя! Пусть Господня слава придет сейчас. Кто хочет еще помолиться? Может, на балконе кто-то есть? Может, кто-то нуждается в исцелении? Пожалуйста, придите. Господь, Ты здесь. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся. Вдыхайте глубоко сейчас. Вдыхайте свободно. Иисус исцеляет вас. Мы поклоняемся Тебе. Сила Божья! Мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе. Господь касается Тебе. Примите силу Духа Святого. Слава Божья! Мы поклоняемся Тебе. Скажи Ему, Господь, я не хочу ослабеваться. Я не хочу. Я хочу гореть. Я хочу с Тобой. Я не хочу остыть. Слава Тебе. Мы поклоняемся Тебе. мы поклоняемся тебе скажи господь я принимаю славу божию мы поклоняемся мы поклоняемся тебе к спу мы поклоняемся тебе аллилуйя господь слава тебе иисус благодарю тебя мой господь благодарю тебе мой господь слава тебе благодарю тебя мой господь а аллилуйя господь благодарит тебя отец если кто-то может мы закроем глаза пожалуйста и вознесем его а иисуса пусть позвонки исцелят слома позвонка между позвонками это 6 стерто там что-то было или что там зажато было именем иисуса пусть господь исцелит тебя он исцеляет тебя аллилуйя отец мы даем тебе но мы давайте вас благодарим бога нашего слава и мочи слава ему честь слава ему честь теплоту в каком месте в коленях слава богу колели бы колени болели друзья дорогие здесь господь бог дотронулся до сестры нашей слава богу вы сказали болели колени аллилуйя сделайте пожалуйста присядьте смотрите как вот так смотрите как легко на коленях стоять слава хорошо аллилуйя аллилуйя иисус мы благодарим тебя ирина да из города раквера приехали к нам слава тебе господь мы благодарим тебя господь за эту сестру за ее семью который любит славу божье божье присутствие благодарю господь благословляем их благословляем позвоночник и также между лопаток кого-то благословляем выпрямляйте спину свободно сейчас слава тебе господь аминь аллилуйя слава богу аллилуйя благослови вас господь дорогая хороший газ слава богу мы рады за вас мы благодарим бога мы славим иисуса хвала ему отец мы даем тебе халу сейчас будем молиться за письма за просьбы аллилуйя что господь зала для кого-то еще чем вы молились локтевой сустав а как вы поранили его до очень больно да да очень не болит локтевой тесс мы даем тебе славу правда не болит варить я нажимаю я больно нож не слушай не слышно горит нам только что уже слава тебе господь что у вас здесь здесь у меня что-то горело очень сильно области тоже в области ключицы бы сюда где бронхи отец мы даем тебе хвалу за исцелением мы тебя славим господь мы даем тебе славу друзья мои иисусу хвала иисусу я попрошу брата натуле сейчас прийти с просьбой мы сейчас можете сейчас проверить аккуратно на твердой скалет на твердой скалет на твердой скале я кричать спасибо иисус ты стоит принять все славу меня всю честь и всю полу так да я хочу я кричать алилуйя спасибо иисус ты за стоит принять всю славу принять всю честь и всю полу Если Бог кого-то еще коснулся, если кто-то еще был исцелен в зале, можете ли поднять руку, Лариса тоже свидетельствует, Анна, кто-нибудь еще был исцелен, пожалуйста, слава Богу, слава Богу за вас, мы благодарим Бога, благословения дорогие, любимые, как нашел меня, мой грех оправдал, и на твердой столе поставил меня. Когда хочу я кричать, Аллилуйя, спасибо, Иисус, ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Я хочу извиниться очень быстро. Я не сказал одну мысль, я просто прошу вас очень быстро, молитва нуждается в посвящении. И я не сказал несколько мест в Писании, просто дома вспомните Симеона, вспомните Анну, Анну, которая постом и молитвой не отлучалась. То есть она была посвящена, она в храме молилась день и ночь. В Тимофею сказано, что истинные вдовицы и одинокие надеются на Бога и пребывают в молитвах и молениях день и ночь. Теперь Деяние, 5 глава, 4 стих. Мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова, это посвящение. Они молились, они передали другим это служение столов, чтобы кто-то был, диаконы были посвящены на это. Они кормили тысячи людей, но апостолы хотели быть в молитве и Слове. Они говорят, это их посвящение. Поэтому вот эта молитва, о чем мы говорим, она требует посвященности, когда мы передаем себя. Спасибо. Слава Господу. Слава Господу. Мы положим это на Христа. Аминь. Есть церковь, просит молиться за Ирину от рака. Вот, у нее сейчас будет химиотерапия. Поэтому просит молиться также за позвоночник дочери Барбары. Вот, не смогла приехать на собрание. Дома осталась. За Ниночку, сестричку нашей церкви. Просит молиться, чтобы Господь восстановил ее здоровье, чтобы дал также ей веры и свободу от болезни во имя Иисуса. Давайте принесем это Господу. Во имя Господа Отец, мы благодарим Тебя. Во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя. За силу, Господь, в молитве. За веру, которую Ты вложил в наши сердца. За жизнь, которую мы имеем в Тебе, Господь, и все обетования в Слове Твоем. И мы провозглашаем полное исцеление и восстановление здоровья Нини во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Барбару, Господь. Исцели ее позвоночник. Исцели, Господь. Пусть все будет хорошо у нее в спине во имя Иисуса. Также благословляем Ирину. Благослови прохождение этой химиотерапии, Господь. Пусть ее организм восстановится. Пусть не потерпит каких-то ущерба во имя Иисуса Христа. Мы благословляем, благословляем всех врачей, докторов, Господь. С кем они будут общаться. И также Господь, который будет совершать определенные процедуры. Благословляем во имя Иисуса Христа. И весь народ до Божия скажет Аминь. Аминь. И прославим Господа. Потому что в Нем есть уже ответы. Мы можем заранее Его благодарить. Аминь. Друзья, в среду богослужения у нас. Завтра очень важный вечер молитвы. На домашней группах легко молиться, с друзьями общаться, как полегко. В среду богослужения в 7 часов вечера. И я тоже прошу, приходите пораньше помолиться, позвать Господа. А в пятницу есть молитвенное собрание в 6 часов. Я последние недели не был. Мы строили маленький молитвенный домик. На хуторе мы строили. Дети будут. Мы будем делать такие программы. У нас будут. Такие лагеря или походы. Но мы строили домик молитвенный. Мы работали настолько тяжело до вечера. Приезжали совсем уставшие. Но сердце мое с вами. И я тоже, вот сейчас мы накрыли крышу, и мы теперь посвободнее будем. То есть я очень хочу тоже, чтобы мы вместе молились по пятницам. Пятницу в 6 часов. Пожалуйста, не пропускайте. Да, мы строим объект. Мы строим объекты для служения конкретно. Бог это видит. Потом мы вам расскажем. Пока мы строим по вере, по милости Божией. И мы благодарим Бога. Но молитва всегда остается важной. Поэтому в пятницу вечером мы уже можем просить за воскресные собрания, за спасение людей. Поэтому приходите, пожалуйста, в пятницу вечером. Ну, бывает воскресенье вечер. Конечно, если вы устаете, никто это не принуждает добровольно. Но воскресенье тоже некоторые молятся по возможности. Но утром воскресенья, конечно, мы все собираемся, мы ищем Бога. И это замечательно. Пусть Бог благословит нас. Вот это слово, принять в свое сердце, молиться о славе. Это мое большое желание. Большая просьба к Богу. Вот. Я тоже прошу еще раз про списки. Вот. Кто еще не вписал свое имя, пожалуйста, обратись к Наташу. Мне хочется иногда видеть поименно, помолиться. Ну, бывает забуду. Вот. Кого-то вижу, кого-то вспоминаю, кого-то не могу вспомнить. Так мысленно по рядам думаю, вот кто где сидит. Но лучше всего это сделать так и буду благодарен. Хорошо. Желаю благословеннейшей Божьей недели. И сейчас у нас есть возможность что-то отдать Богу материально. Пожертвовать что-то, наверное, любимую нами церковь. Церковь сейчас братьями. Брат Эдик Вайнанин, Анатолий Карвоев очень помогли нам с ремонтом первого этажа для подростков. И они у нас просят вестибюль. Вестибюль, где хранилась мебель. Он нужен молодежи. Он нужен всем нам, чтобы свободно ходить по большой лестнице. Поэтому постепенно территории будут ремонтироваться. Хозяйственная деятельность как-то будет регулироваться. Поэтому, пожалуйста, пожертвуем на ремонт. На ремонт здания. На ремонт фасадов. Я не знаю, хочу отдельно вас спросить. Нам нужны финансы, чтобы сделать красиво фасад. Фасад очень дорогой, я вам говорил. Но нам нужны те, кто пожертвует на это дело специально. Ну а сейчас мы зимой идем вперед, чтобы оплачивать необходимые счета. Проповедовать Евангелие. Платим интернет, платим телевидение. Платим телефоны и свет, воду и все-все коммунальные услуги. И мы благодарим Бога, что церковь здесь, здание работает уже 22 года. И оно становится лучше и лучше постепенно с Божьей помощью. Спасибо вам. Поэтому спасибо за пожертвование, спасибо за служение финансовым. Об этом нам учит Библия. И наши средства посвящены Богу. Слава Богу.